Музыка Такую грушу не только можно скушать, но и нужно. Она обогатит организм витаминами, улучшит пищеварение и поднимет настроение. И не обязательно жить на юге, чтобы выращивать такую ароматную красавицу. Ведь даже в областях с морозными зимами и коротким летом урожай можно получить при правильно подобранных сортах. Здравствуйте, я Ирина Бачкова, и мы сегодня с вами в гостях на форуме садоводства в Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства Российской Академии Наук. А наш собеседник, уже хорошо известный нам с вами, профессор доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России Борисова Антонина Александровна. Здравствуйте, Антонина Александровна. Ну вот в прошлый раз мы с вами беседовали про сорта яблок, а сегодня, мне кажется, даже более желанная для садоводов культура – это груша, потому что многие из нас пытались посадить у себя на участке грушу, и очень многие потерпели неудачу. Может быть, это связано с экологическими условиями, может быть, с тем, что многие садоводы не учитывают, что груша – растение перекрёстно опыляемое, да. Вот скажите нам, пожалуйста, на что следует обратить внимание, если мы хотим у себя на участке иметь… Ну вот просто посмотрите, я даже не знаю, это просто шикарные плоды, совершенно чистые, запах, вкус необыкновенный. Что все хотим, такие груши, у себя на участке? С чего начать и что нужно учесть, Антонина Александровна? Ну, во-первых, надо учесть, посмотреть, опять так же, как и по яблоне, есть ли в окрестностях дубы, которые с плодами, желудями. Да, значит, всё-таки ориентируемся на дубы. Да, ориентируемся на дубы, потому что они вам точно покажут. Вот, у груши в основном она выпускается на семенном подвое, в отличие от яблони, там клоновых мало подвоев. Поэтому вы купите явно с большим стержневым корнем, который может уйти на 6 метров. И неудачи могут быть с этим и связаны. Вот, тогда, если вдруг у вас низко, близко к грунтовой воде, вы сами знаете, что колодец у вас 3 кольца, 2 кольца, до 6 колец, вот, то значит, вы лучше ищите корнесобственную грушу. Ну, конечно, такое лучше найти в институте корнесобственной. Потому что любители вам скажут, да, у нас она такая, но явно будет не такая. Вот, сорт лада прекрасно черенкуется, другие сорта. Но есть сорта, которые не черенкуются. Первое, на что стоит обратить внимание, это посадочный материал. Какой посадочный материал, в зависимости от этого. Второе, вы уже смотрите сорт. Потому что, когда дом строится, сначала фундамент строится. А потом уже, как бы, надземная часть – это сорт. Но сорта у нас хорошие. Вот вы видите, вот это очень вкусная груша. Вот она созрела. Это кокерская груша. Вот, но это сорт, да. Для Дмитровского района он не пойдет. Значит, вы уже не кокерскую будете сажать, а вот что-то такое, Чижовская, Лада, что-то такое более морозостойкое. Это прямо очень сложно, за гранью моего понимания. Очень вкусная груша. В Московской области можно, а в Дмитровском районе уже нельзя. Вот Московская область, Талдомский, Дмитровский район – это север. И там, я просто родилась там, и я очень хорошо знаю. Вот эта груша, там немножечко будет подмизать. Потому что это Кокинская, вы на Кокинском опорном пункте – это в Брянске. А Брянск южнее. Хотя опытные станции нашего института, наш сорт, южнее она растет. У меня на даче такая груша есть. Потом вот очень хороший сорт. Он немножечко сейчас у нас зеленый здесь, еще не окрасился. Хотя она очень нарядная, она будет окрашенная. Это сорт Велеса нашего института. Венера на лесную красавицу. Этот сорт лежит до декабря. Да, вот я хотела сказать, это, видимо, лёжкий сорт. Да, он лёжкий, но она скоро и вкусная будет. Чем он отличается? Вы можете весь сентябрь, октябрь, ноябрь, три месяца кушать семья. Поэтому у меня на даче два таких дерева Велеса. И также советую... То есть как бы груша тоже есть и ран, и ранние сорта. Конечно, есть очень ранние сорта, вот есть средние сорта, вот ведь это средние представленные. Нарядные фимбы позже идут, и вот Велеса позже. Ну вот опытные садоводы со стажем всегда говорят, покупайте ладу и чижовскую, и других сортов как бы, собственно, и не существует. Почему? Потому что они, говорят, самоопыляемые. Вы знаете что, груша вся самоплодная, она прекрасна. Есть сорта другие, будет опыляться. Будет одно дерево расти все, и кокинское будет опыляться. И вот иногда даже вот леда пчел не было, дожди были, а урожай груши хороший. Правда, мелче плоды, немножечко форма у них будет вот такая вот, но все равно будут висеть на дереве груши. Это очень благодатная культура, если правильно подобрать вот сорт под ваше место, подвой правильно подобрать, сорта подвойную комбинацию. Вот там очень вот это все сложно. Но это дело институтских работников. В институте никогда не выпустят какой-то сорт, который не соответствует с этим подвоем. Поэтому вот есть возможность пока у садоводов-любителей, пока началась программа, у нас приобретать вот этот хороший очень посадочный материал. От выбранного саженца зависит и скорость вступления в плодоношение, и качество плодов, и здоровье уже взрослого деревца. Правильно выбрав посадочный материал, вы оградите себя от множества проблем и насладитесь садоводством в полной мере. Саженец лучше выбирать молодой. Однолетка должна быть не выше 120 сантиметров. Для разветвленных двухлеток стандартом является высота штамба от 40 до 60 сантиметров и длина основных ветвей 20 сантиметров. Антонина Александровна, я правильно вас поняла, что современные сорта гарантируют нам самоплодность груши? То есть не обязательно сажать два стула? Груша, в отличие от яблони, да. Вот яблони, конечно, нужны, вишни, да. Есть самоплодные молодежные, но все-таки и надо, все равно лучше опылитель будет. А груши здесь не надо вот на это смотреть. Она хорошо опыляется, дает урожай. Плоды могут быть портенокорпические, завязаны даже без семян. Это очень... Почему она и урожайная-то? Когда хорошо подобран сорт, она дает ежегодный урожай груши. И очень обильный урожай. Какие-то особые приемы формирования. Ну вот у яблони понятны. Все приемы, и у груши еще хуже. У груши вообще пирамидальные кроны. И надо прямо с молоду стремиться отгибать ветки. Если я купила трехлетний, допустим, саженец груши... Однолетний, двухлетний, неважно. Если есть ветви, должен быть лидер, одно правило. Рядом с ним не должно быть конкурента. И это вот единственное, что удаляется, обрезается. Бежалостно. А дальше начинаем отгибать, как чуть искривление. Это как раз хорошо. Это же окулировка или прививка она дает. Все это кривое, это красиво. Не берем. Вот, это первое. Значит, надо выбрать саженец в соответствии с этим. Второе. Правильно посадить. Мы неправильно сажаем. Третье. Что такое правильно посадить? Интония Александровна. Правильно посадить. Вот мы в России очень здорово отстали. И мы, конечно, перед садоводами-любителями, мы виноваты. Я сколько бы ни выступая, я все равно чувствую себя перед ним виноватой. Потому что наши книги пишут непрофессионалы. Ученым некогда их писать, эти книги. А вот пишут все, кто угодно. Они считают, что они разбираются в садоводстве. Они чаще всего переписывают старинные книги из одной в другую. И начинают, значит, прежде чем посадить дерево, выкопайте яму. Огромную, большую. Зачем? Кому она нужна? Что вы для дерева? Это же не огурец. У него же корни, мы должны, как мы с вами говорили, вот так направить. Зачем же его загонять в яму? Особенно, потому что он любит на глиняных почвах эти ямы. Ну, просто копает могилу дерева. И корни там себя плохо чувствуют. Еще не знаю, чего я туда кладу. В общем, делаем все неправильно. Как правильно, Антонина Александровна? А правильно очень просто. Вы берете, вот смотрите на корень. Вы же не покупаете себе там 50-й размер обуви, если у меня 37-й. Ну да. И так же, вот вы смотрите корень. Вот у вас такой корень. Зачем вам такая яма? И по высоте. Конечно, мы сейчас в институте делаем высокую прививку. Нет вот этой корневой шейки, об которой все пишут. Это не то совсем. Это не такая корневая шейка. Мы, почвы, должна находиться корневая система. Дальше находится у нас часть подвойная. Она именно, вот вы знаете, около почвы бывают трещины. И сорт, если неустойчивый, то подвой – это как хороший фундамент. Поэтому вот на поверхности должна вот такая часть подвоя быть. А не некоторые как посадят вот это ствол, заглубляют. И думают, что это корневая шейка. У нас в институте высота прививки 10 и выше сантиметров. Значит, мы смотрим и делаем углубление очень аккуратно. И родную землю рядом кладем с этим углублением. Вот такое же, как под дерево. Потом берем кол посадочный. Он должен быть высокий. Причем нижнюю часть лучше обработать чем-то, чтобы он не гнил. И кувалдой в эту яму вбиваем на полметра. Ему нужны опоры, чтобы не раскачивался ветром. Потому что есть груши на семенном подвой. И яблый на семенном. Первые корни, мы говорили, 30-40 дней сасывающие. Они мелкие. И прикиньте, когда раскачиваются. Или в яме там эти корни. Они просто или отмирают, или отрываются. И дерево, мы говорим, болеет. Оно не должно болеть. Оно должно развиваться, нас радует. А у нас оно болеет. Зачем? Понятно. Мы сами тогда будем болеть, если так будем обращаться с растениями. Надо же их понимать. При посадке молодых деревьев очень легко повредить и травмировать корни. Все посадочные работы необходимо завершить до начала сокодвижения, если вы сажаете весной. И после того, как у саженца отпадут листья при осенних посадках. Выбирайте дерево с еще не распустившимися почками весной и безлиственное осенью. Так саженец лучше перенесет пересадку на новое место. Ставите к этому колу. Он прочно стоит кувалдой. Восьмерочка аккуратненько привязываете, чтобы не поцарапалось. И все, дерево зафиксировано. Теперь родной землей. Никакими там черноземами. Не вымолчиваетесь. Присыпаете и уплотняете плотно-плотно. Это чтобы контакт был с сасывающих корней с почвой. Как вы только все это уплотнили, вот здесь вы можете замульчировать навозом. У вас слой вот такой почвы есть. Поэтому ничего корням не будет. Они находятся в родной стихии, в хорошей почве. А дальше мульчируем. Для чего мульчируем? Осенью не будет подмерзать корневая система. Солнце нагрело, ночь холодно. Равномерная температура. Корни не любят вот этих колебаний. Они привыкли быть в земле. Но к стволу ничего не окучивайте, не приокучивайте. В качестве мульчи, Антонина Александровна, в качестве мульчи, навоз. Нет навоза. Нет навоза. Ну, у вас растет трава на участках. Сорники растут. Сорники растут. Косим газон. Кладите, косите газон, все кладите под приствольный круг. Все переработается природой. Микроорганизмы анаэробные, черви дождевые, все это вам переработано. Замульчировать приствольный круг нужно в момент посадки. Вы знаете, старайтесь всегда его мульчировать. Травы у вас всегда много. Вы косите всегда газоны. Бросайте под деревья. Но, конечно, навоз не забывайте вносить. Вот это самое лучшее. Антонина Александровна, значит, посадили, колу привязали, полили. Лучшее время для посадки груши? И груши также все-таки лучше осень, потому что семенной подвой. И весной она очень долго будут развиваться, вот эти первичные корни. А если они на вегетативном подвое, если они на зеленых черенках были привиты? Ну, если были на вегетативном подвое, вот после 20-х чисел сентября, и не надо дальше за октябрь переходить, до 1 октября надо сделать посадку. Потому что в октябре целый месяц обычно хорошая погода. У вас есть и дожди идут, и у вас есть возможность пролить хорошо эти деревья. И в такой атмосфере, когда вот незаглубленные там, и кислород есть, и еще все микроорганизмы активнее, идет активный процесс именно в корневой системе. А нам же надо корень. Ну, конечно, да. Потому что вот распустилось весной дерево, как хорошо. Весной мы посадили, оно распустилось. А заглянули бы в корневую систему. Антонина Александровна, знаете, какой вопрос возник? Вот вы говорите, что посадки лучше завершить до 1 октября. Но иногда бывает, что посадочные материалы подешевле продают уже после 1 октября. Вот здесь вопрос такой. Если мы купили в октябре и яблони, и груши, и, допустим, какие-то косточковые культуры, стоит сажать или стоит в прикоп положить? Я никогда не советую прикоп. Никогда. Те советуют, кто плохо знает, строение корневой системы. У меня еще в Тимирязевке диплом был, взаимосвязь надземной корневой системы. То есть как? Вот вы же не можете немножко разрезать там, операцию сделать, пока зашить, а вот потом будет время, я еще что-то сделаю, еще раз это разрежу. Как только вы выкопали, образовалась на корнях раневая ткань. Начались процессы. И если на свет попадают растения, значит, адвентивные корни образования растения реагируют. Значит, надо развивать надземную часть. То есть из растания корня идет. Если вы не посадили, посадили, тут же начинает образовываться новая корневая система. И вы снова вытаскиваете ослабленное растение и снова пересаживаете. Вот подумайте, прежде чем сажать плодовые дерева, 40 раз подумайте, куда. Если вы косточку высаживаете, вы все равно должны где-то в защищенном месте, в более таком микроклимат лучше для косточковых. И сразу же посадите на постоянное место. То есть как бы плодовые деревья – это не табуретки. Не табуретки. Вот носите туда, сюда, по всему участку. И любят, и я вот еще пересажу, и я вот еще пересажу. Несмотря на то, что в октябре появляется посадочный материал более дешевый, ну и понятно, почему питомники заинтересованы в том, чтобы его реализовать до холодов, то несмотря на дешевизну этого посадочного материала, лучше не соблазняться. Лучше перенести тогда посадку на весну, если, скажем, будет растение с закрытой корневой системой. Ну, еще октябрь можно, конечно, высаживать. Я просто вам сказала, оптимальные сроки, вот та же хорошая. Но в октябре еще можно проводить посадки, если в институте у нас есть еще этот материал, и можно приобрести, и он точно не вымерзнет и не высохнет, если его хорошо. А южные-то сорта, это же не важно все равно, когда они все равно погибнут. Поэтому октябрь тоже для посадок. Но, я просто говорю, лучше, быстрее начнут плодоносить. Раньше вступят, вы же спросили, когда заплодоносит. Это целый год вы как бы, а весной, значит, вы отдалите еще на год. Понятно. Косточковым культурам относятся вишня, черешня, сливы, абрикос, персик и другие растения с плодами-костянками. Особенность их состоит в том, что они вступают в плодоношение раньше, чем семечковые культуры. Многообразие сортов косточковых позволяет хранить и перерабатывать плоды разными способами. Сушить, замораживать, варить компоты, джемы и варенье. И, конечно же, готовить вкуснейшие десерты из свежих плодов. Антония Александровна, ну и как бы, чтобы завершить наш разговор о грушах, давайте еще раз скажем, какие наиболее интересные, устойчивые и достаточно плодоносящие сорта мы можем рекомендовать, скажем, для Подмосковья. Ну, вот первое, что я всем рекомендую, это сорт Велеса. Чем хороша эта груша? Урожайная, вкусная, красивая. И главное, что лежит, потому что вот летом у нас много всего. А начинается уже сентябрь, октябрь, ноябрь. Здесь груши дорогие, импортные, они обработаны. А это полезные, хорошие для нас груши. Сорт Велеса. А вот это тоже поздний сорт. Вы знаете, вековая, да, это уже не поздние сорта. Не поздние сорта. Самый поздний, это и Амвелеса. Это вот средние сорта. Потом я рекомендую тоже и Кокинскую посадить, особенно, кто не на севере. Почему? Грушка очень красивая, нарядная, очень вкусная. Маслянистый вкус у нее, дерево очень интересное, как сказочные груши. А вот эти душистые красотки? Вот эти красотки типа лады. Я уже не кушаю, вы извините. Почему? Потому что это груша уже для меня, это груша прошлого. Это все, там, Темы, Оли, все лукашевки. Там есть такой какой-то привкус. Нет вот этой маслянистости. Это вот европейское качество плодов. Это уже ушли. Но это, извините, хочется вам сказать, как героиня Мишевой. Кажется, вы зажрались. Мы еще ладу-то еще не наелись. Я зажралась честно, потому что у меня две велесы. Вот одна кокинская большая, но есть и линка, потому что я ее люблю. Есть брянская красавица, это дерево. Есть кармен. Ну, много есть сортов, которые я действительно ем грушу очень много. Я по-другому день съедаю каждый день. А чем же все-таки садоводов раньше привлекла вот груша лада, чижовская? Ну, это был прорыв. Это был прорыв. Эти сорта устойчивые, урожайные всегда. Вот. И по сравнению с теми вот сортами, какие-то бессимянки, тонковетки были, они очень поражались паршой. И эти сорта не поражаются. И даже чижовская, она может даже немножечко, ну, на трешечку, но конкурировать и вот с этими. Вот в Дмитровском районе, опять же, в Талдомском, вот туда. А уже вот по южнее Подмосковья, ну, можно выращивать такие роскошные груши. Почему же их не есть? Ну, все понятно. Антонина Александровна, у нас вот такая вот волшебная смена декораций. И вместо груш, в общем-то, традиционно русская, так сказать, русский плод – это слива. И если яблоня и груша – это так называемые семечковые культуры, то вот слива – это косточковые культуры. И вот у садоводов существует как бы мнение, что сроки посадки косточковых и семечковых культур разные. Это действительно так или это очередной миф? Ну, может быть, это не миф, потому что семечковые культуры, как я говорила, особенно семеном подводят 30-40 дней активные корни, у косточковых быстрее проходят процессы. Поэтому весенняя посадка косточковых может быть успешной, если все тоже правильно сделать. Но я уже много лет и осенью, вот так, как я вам рассказываю, высаживаются также косточковые, поливаются. И наши сорта прекрасно зимуют. Это все пошло потому, что южных очень много сортов, они в зиму вымерзают успешно или сушаются при неправильной посадке, и весной не распускаются. Но это точно самое может быть и при копке, и потом, через два года, если это не те сорта. Вот здесь сорта представлены адаптивные. Это лучшие сорта для Подмосковья. И немножко раннего срока, разных сроков созревания. Антонина Алексеевна, ну вот, как бы, помните, там, героиня фильма старого говорила, что мы хотим чернолапусти и темнобрюхусти, да? От сливы мы обычно хотим, чтобы, ну, во-первых, была вкусная, и чтобы обязательно косточка отделялась. Потому что, ну, на сливу, ну, как мне кажется, она обладает достаточно сильным послабляющим эффектом. Ее в сыром виде много не съешь. А вот джемы, варенье, компоты, это как бы все годится. Вот этими качествами наши сорта обладают. Ну, здесь вот представлены очень разные сорта. Вот начнем с моего любимого сорта. Вот это сорт Смоленка. Вот здесь немножечко плоды перезрели. И, конечно, у садоводов-любителей они будут намного крупнее. Это с промышленного сада типичные плоды взяли мы. Вот, очень крупные, очень вкусные. Косточка отделяется. Я бы не стала из нее не делать ни компотов, ни варенья. Да, сняли, поставили в холодильничек хотя бы по 10 плодов. Вы знаете, вы болеть просто не будете. Великолепный, десертный, хороший сорт. Тем более она не очень урожайная, надо сказать. И вот тоже ветки идут вверх, надо отгибать, класть навоз. Также она очень любит орошение. То есть это в основном такая десертная. Да, но это десертный сорт. И каждый садовод должен держать это дерево не для переработки, а именно покушать, детям давать. Очень полезная вещь. А дальше уже пошли такие вот. Все, что угодно можно сделать. Блюда из слив будут к месту на любом столе и понравятся даже избалованным гурманам. Из сортов слив с отделяющейся косточкой и плотной мякотью можно сварить компот. Из мягких и неприглядных получится вкуснейший мармелад или начинка для пирогов. А к мясным блюдам подойдут сливы маринованные и соусы из них. Вот сорт памяти Мирязева, тоже сорт Харасана Каримовича. Красивый, интересный. Урожайный каждый год. Черенкуется, адаптивный. Можно сушить его, будет как курага. Можно компоты, можно варенье. Все, что угодно. Не курага, а чернослив. Он даже будет желтый. Вы посмотрите, какой желтый. Он действительно как курага будет. Да, и косточка самая главная отделяется. Да, видите, они особенно желтые. Вот этот сорт очень заслуживает внимания. Сорт памяти Мирязева. Памяти Мирязева. Очень хороший сорт Хасан Каримовича Никеева. Ну, а теперь среди этих я бы выделила вот этот сорт синих дарчев. Вот он еще назывался синие птица. Не очень крупные, но косточка отделяется. Достаточно вкусные плоды. Но, конечно, не такие, как смоленка. Но главное, вот он стоит, и как крылья птицы, все увешаны синими плодами. Он такой красивый. Он просто очень красивый даже, как синяя птица. Поэтому морозостойкий, самоплодный, адаптивный, хороший сорт. Вот эти три уже как бы, вот, ну, это тоже Дмитровский, Талдамский, мы это не берем. Она может немножечко подлезать с смоленка. Эти идут везде. Вот. Но этот надо иметь хотя бы в крону, хотя бы в виде прививки. О, самые вкусные сливы, я считаю, вот это. Так. Ну, а вот сейчас очень часто в питомниках продают так называемую русскую сливу. Алычу? Да. Что вы тут можете нам сказать? Ну что, замечательно. У нас есть прекрасный академик Ремин, который вывел сорта многие. Кубанская комета. Видите, Кубанская комета. Но она у нас хорошо идет. Вот. И гибрида между сливой, алычой, и вот эта алыча очень хорошая. В нашем институте даже выведен подбой алычи. Для сливы он идет, для алычи самой идет он. Идет даже для абрикоса. Называется фундаментальная. Очень урожайная и очень хорошая. Поэтому алыча тоже занимает достойное место. И даже вот она цветет очень красиво. Поэтому и обильно каждый год цветет, и урожай каждый год бывает. Ну, то есть это не миф. Алыча – это не южная культура, как мы привыкли. А теперь вот эта наша русская слива. Да, да. Скажите, а агротехника выращивания этой русской сливы или алычи отличается? Ну, я бы сказала про формировку. Она очень мощно растет. Длинные побеги. Здесь нужно этого не допускать, конечно. То есть обрезки. И как бы стараясь, чтобы красивую форму, красоте, любители должны заботиться и о красоте своего участка. Потому что здоровье приходит через глаза. Здоровье приходит с красотой. Не только вот то, что мы употребляем, а то, что мы еще и любуем с этим. Все понятно. Антонина Александровна, спасибо вам огромное. Повторно напрашиваюсь к вам в гости. Мы вас ждем. Посмотреть формирование и видеть елочки, и видеть чаши. Спасибо огромное. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»